всем привет меня зовут лилия и сегодня у нас пилотный выпуск обзор будет из серии я ее шутливо так называю мамкины обзоры наш контент-менеджер сам решит как его назвать конечно наушники разные гаджеты колонки это все хорошо но у нас остался неохваченным вопрос детских игрушек тем более что сейчас существует очень много электронных игрушек которые в том числе могут оказаться полезными для нас то есть для людей с нарушением зрения как для слабовидящих так и для полностью незрячих и также они будут интересны в принципе любым родителям и любым детям некоторые игрушки будут интересны только для зрячих детей некоторые возможно заинтересует и например незрячих или слабовидящих и сегодня мы поговорим с вами о такой фирме как азбукварик в ассортименте у них представлено очень много различных игрушек и книжек в основном они музыкальные озвученные пищащие кричащие мяукающие ну и так далее я вот вам принесла тут несколько игрушек и достаточно много книжек не все они одинаково интересны для нас но я хотела просто сделать такой общий обзор и показать самые самые интересные сразу скажу что игрушки и книжки этой фирмы ну достаточно недорогие поэтому их может себе позволить ну практически каждый и продаются они очень много где то есть и в оффлайн магазинах детских любых начиная от детского мира дочек сыночек и прочих и конечно же в онлайн магазинах типа озон wildberries беру ну и так далее но под этим видео мы дадим ссылку на их официальный сайт где вы можете посмотреть какие у них есть игрушки и к какой серии они относятся серия в данном случае очень важна для нас потому что по названию серии мы можем понять какая игрушка как она выглядит если вы допустим покупали уже из этой серии ну а для книжек я объясню почему это очень важно потому что там есть очень любопытные книги ну и начнем мы с игрушек самых простейших вот есть у меня такой музыкальный микрофончик он ну наверное будет интересен для детей прямо начиная от года может быть даже и раньше тут у него четыре кнопочки на каждой из них по три песенки вот я включу и так далее кнопочки такие большие но если честно мне кажется маленькому ребенку не очень удобно их нажимать потому что они такие но вот я такие называют псевдо сенсорные то есть мы не чувствуем нажата она или нет только понимаем это по звуку и как у большинства детских игрушек у него тут батарейный отсек закрыт не только крышкой но и закручен на болтик но я вот сама сегодня своими руками два раза открутила и закрутила эту штуку так что я думаю что даже для девушек для женщин это не составит большого труда также у этой фирмы есть много музыкальных всяких смартфонов плееров плакатиков планшетиков азбук там очень много все это можно посмотреть на сайте и кстати на сайте можно посмотреть какие батарейки нужны для каждой игрушки вот сегодня у меня еще есть тут смартфон но к сожалению он другой фирмы я просто хотела показать но его как пример он ну так скажем похож немного на тот который от фирмы азбук варик и там у них кстати у каждой линейки и у смартфонов и у микрофонов они разные по цветам и разные по набору песенок сказок вот в этом смартфоне к сожалению не песенок не сказок нет тут тут зато есть всякие петухи я даже не поняла кто это наверно собака кошка вот примерно вот такой тут тоже такая псевдо сенсорная как бы панель тут вот есть рисунки на которые можно нажимать но естественно я вот нажимаю их просто на ощупь как где найдут а мы нажимаем это на самом деле не составляет труда если честно в этом смартфоне ничего такого особенного нет но вот я его вам показала как пример еще у них есть всякие музыкальные и познавательные плакаты коврики даже ростомеры ростомер это такой тоже плакат на котором еще дополнительно есть измерение длины на этом мы наверное закончим обзор игрушек и посмотрим на мой взгляд более интересные вещи это книжки книжки у азбукварика есть тоже совершенно разные есть такие в виде игрушек у которых можно дергать за веревочки и они тоже там мяукают пищат поют и так далее некоторые могут светиться но это для самых-самых маленьких малышей вот а у нас тут для детей чуть постарше в том числе и начну я с самой простой но и самый незамысловатый так скажем и самый ну можно сказать неинтересные книжки не интересная она именно вот для нас то есть это обыкновенная картонная книжка и в ней есть звуковой модуль с единственной кнопкой он прикреплена на самой последней страничке но поскольку у всех страничек есть такой круглый вырез она эта кнопочка выходит как бы наружу эта книжка и серии семицветик она тоже для самых маленьких ну где-то от года наверное не для самых-самых но для чуть постарше тут предполагается что родитель читает эту книжку а ребенок нажимает на кнопочку вот я сейчас нажму ее нажатием также я могу выключить то есть тут единственная кнопка на которую ребенок может нажать это то что ну не очень так скажем интересно следующая книжка более любопытная эта книжка почему у слоненка длинный хобот она тоже идет со звуковым модулем тут уже немножко по-другому она сделана тоже картонная и у нее звуковой модуль идет такой по всей длине ну точнее сказать по всему нижнему краю и тут такая тоже вот как я называю псевдо-сенсорная панель то есть она закрыта клеенкой и в ней тут можно даже прощупать такие окошечки каждая окошечко соответствует отдельной страничке ну точнее развороту вот первый разворот этой книжки я нажимаю первое окошко ну я нажатием тоже выключаю вот можно на следующую страничку перейти точнее я ее перевернула и нажимаю на второе окошко весь этот текст продублирован естественно плоскопечатным шрифтом то есть ребенок либо сам нажимает либо ему зачитывать родители но вот в нашем случае я так думаю что сначала надо самому родителю открывать определенную страничку и нажимать на вот эти вот кнопочки ну а для тех кто может показать картинки естественно можно это сделать вот последняя страничка у него на балу фаламинго танцевали и кружились без остановок но когда вот такая вот у нас книжка следующая книга она музыкальная она у нас открывается не как обычная книга влево а от себя то есть вот так вот она выглядит тоже картонная звуковой модуль у нее соответственно вот по тому краю который ближе к нам и он интересен тем что кроме вот этих вот окошечек на которые можно нажимать есть еще фортепианная клавиатура эта книжка так и называется книжка пианино вот она так все всего семь дарами фасоль аси и на первой странице открывая первую страницу мы нажимаем на первую кнопочку и слышим этот текст у нас так же здесь написан но интересно то что здесь также нарисован нотный стан и нарисованы ноты и эти ноты совпадают с мелодией вот этой вот песенки эти нотки у нас цветные и клавиши которые у нас здесь находятся они тоже цветные то есть соответствует тем ноткам которые нарисованы в книжке для самых маленьких можно просто открывать странички и нажимать по порядку кнопочки или даже можно просто играть на пианино еще это пианино легким движением руки вынимается и вообще его можно носить как отдельную игрушку не зависящую от книги работать она от этого не перестанет вот она тут на таких рельсах которые легко позволяют нам поставить на место эту штуку наверно мы с этим закончим и перейдем к самому интересному для нас это книги из серии открой и слушай сказку вот они такие книжки тут даже имитация твердого переплета есть первые и последние корочки в так прям выступают звуковой модуль здесь в правом нижнем углу тут динамик есть и единственная кнопочка но эта кнопочка ничего не делает и сейчас вы поймете почему я открываю книжку и книжка сама мне начинает зачитывать то что находится на первой страничке я вот сейчас выключила с помощью этой кнопки то есть включается она сама а выключая я ее кнопочкой вот переворачиваю я страничку вот переворачиваю следующую выключаю то есть он мне зачитывает или она мне книжка зачитывает то что написано на ее страничках мне кажется для нас это самая классная такая самая удобная штука можно просто дать ребенку он переворачивает и слушает сказку еще из этой серии открой и слушай сказку есть вот такая вот книга она тяжелая я наверное мне будет ее тяжело держать поэтому мы покажем ее на столе это еще более массивная штука у нее звуковой модуль идет справа такой высоту тут у него снизу динамик и несколько кнопочек сейчас мы расскажем что они обозначают у этой книжки еще есть переключатель вот сбоку звукового модуля он такой не очень заметный но вот его можно сдвигом включить эту книгу и сейчас мы откроем ее к сожалению она уже частично не работает открой книгу и слушай сказку вот утром турбадур поделился своим планом с друзьями это сказка бременские музыканты я открываю страницу она мне зачитывает чтобы остановить я нажимаю вот тут над динамиком есть такая кнопочка в виде звездочки то есть она запускает и точнее она здесь не запускает она останавливает прочтение то есть как бы паузой служит петух взлетел на крышу разбойничьего домика действительно работает как настоящая пауза чуть выше нее идут три такие кнопки но я бы сказал что они овальные наверно все-таки самая нижняя овальная кнопочка включает песенку эта песенка на каждой странице одна и та же всего она здесь одна звездочка я ее остановила нажимаю следующую кнопку эта кнопочка называется это интересно и она тут нам рассказывает интересные факты из тех что мы узнали с этой страничке вот я сейчас продолжу воспроизведение разбойники вот это нам информация очень нужна наверно как разбойники точат свои ножи но это все что мы узнали из этой сказки если эту же кнопочку нажать еще раз то прозвучит следующий факт из цикла это интересно следующая кнопка еще повыше давай ответим на вопрос вопросы книжка нам задает вопросы и мы можем на них отвечать тут есть еще повыше две кнопки это красный крестик который обозначает нет и зеленая ну галочка что ли которая обозначает да вот сейчас давайте попробуем ответить на вопрос петух поджидал короля на дереве ну отвечу да видите я неправильно ответила петух поджидал короля на крыше разбойничьего мне об этом незамедлительно сказали отвечу нет вот так вот можно отвечать на вопросы вопросы здесь задаются те на которые можно ответить прочитав вот именно этот разворот и нажатием последующим на вот эту овальную кнопочку мы переключаемся к следующему вопросу ну вот например еще последнюю страничку для интереса откроем работает закрываем работает и пока мы не нажмем кнопочку звездочка она не перестанет работать вот я теперь выключаю и наверное на этом на сегодня все ставьте лайки и делитесь этим видео подписывайтесь на наш канал обязательно зовите своих друзей может быть кому-то будет это очень интересно а мы в свою очередь постараемся для вас находить новые интересные гаджеты приборы ну и так далее